МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Русси-трэвл-гайд", HD. Свежий морской бриз, бесконечные песчаные пляжи, залитые ярким солнцем, тёплая вода и весёлые развлечения на любой вкус. Такие образы возникают у тех, кто планирует свой отдых в Тунисе. Стране, где арабская неторопливость сочетается с французской утончённостью, а европейский комфорт с восточным гостеприимством. Средиземноморская Африка дарит яркие эмоции и впечатления. Отдых в Тунисе – это целый набор удовольствий, среди которых каждый найдёт то, что ему по душе. Здесь можно заниматься спокойным пляжным или активным отдыхом, ездить на экскурсии и посещать СПА. А можно совместить приятное с полезным, провести отдых с пользой для души и тела, познакомиться с традициями и культурой страны, а также пройти курс оздоровительной терапии. Тунис – североафриканская страна, расположенная вдоль побережья Средиземного моря. В 150 километрах от Туниса находится Итальянская Сицилия, в 190 километрах – Сардиния. Административный, политический и культурный центр страны – город Тунис. Центры Таласа-Терапии расположены вдоль всего Средиземноморского побережья Туниса. Большая их часть сосредоточена в курортных городах – Суз, Монастир, Хамамет, а также на острове Джерба. На сравнительно небольшой по площади территории страны сменяются разные природно-климатические зоны. Одни курорты расположены в сосновых лесах, наполняющих воздух целебным ароматом. Другие – на песчаных дюнах. Но абсолютно везде на одинаково высоком уровне проводится лечение морем. На сегодняшний день в стране более 60 центров Таласа-Терапии, оснащенных необходимым современным оборудованием, в каждом из которых предлагается множество различных методик оздоровления. Вдоль всего Средиземноморского побережья можно найти массу отелей в духе андалузских дворцов и на более скромный европейский манер. Каждый из них имеет свой Таласа-центр. Главный плюс такого разнообразия в том, что жить можно в одном месте, а проходить курс оздоровления в другом. Первые центры Таласа-Терапии появились в Тунисе более 15 лет назад и со временем приобрели большую популярность. Многие туристы специально приезжают ради Таласа-Терапии, и те, кто приехал к нам один раз, возвращаются к нам вновь и вновь. Наша гордость – это персонал, получивший образование в Европе. У нас работают люди, способные разговаривать с клиентами из разных стран на их языке. Персонал любого Таласа-центра с радостью встретит каждого гостя, познакомит с услугами и возможностями здоровительной терапии, направит на консультацию с врачом. Таласа-Терапия имеет профилактический и лечебный эффект. В зависимости от состояния здоровья отдыхающего, мы решаем, какие процедуры он должен проходить. Если у него нет проблем со здоровьем, он может выбрать процедуры сам. А если у него есть проблемы, то я адаптирую курс лечения под его состояние здоровья. Есть у вас хронические заболевания, типа диабет или повышение давления? Нет. Нет, хорошо. Аллергии есть ли у вас на йод, на водоросли? На водоросли точно нет. Нет, хорошо. Медицинский работник в зависимости от возраста и состояния здоровья отдыхающего составит индивидуальную программу отдыха, подберет необходимые процедуры на пути к совершенству. Что мне здесь уже нравится, так это то, что все продумано до мелочей. От ароматов эфирных масел, снимающих усталость, до тихой ненавязчивой музыки, сопровождающей меня повсюду. От улыбки администратора до шлепанцев, подобранных точно по ноге. Курс таласотерапии рекомендуется начинать с расслабляющего массажа под капельным душем. Он оказывает успокоительное действие и подготавливает кожу к лучшему воздействию последующих процедур. Широкими круговыми движениями массажист разминает мышцы спины. В то же время на тело падает дождь мельчайших капель теплой морской воды, который очищает, увлажняет, оздоравливает кожу. Массаж под душем помогает организму восполнить запас необходимых минеральных солей и микроэлементов, снять напряжение и восстановить силы. Толк в истинных удовольствиях на Тунисской земле знали давно, еще две тысячи лет назад. Об этом свидетельствуют многочисленные руины общественных бань по всему Средиземноморью. Самые известные из них – термы римского императора Антонио Пио в Карфагене, несмотря на то, что от них мало что осталось. О былом величия древнего банного комплекса говорят лабиринты полуподвальных помещений, в которых рабы по 20 часов в сутки нагревали воду. «В здоровом теле здоровый дух» – эту фразу мы помним с детства, но мало кто знает, что изначально она звучала иначе и имела другой смысл. «В здоровом теле здоровый дух» – редкая удача. В современном мире благодаря новейшим технологиям здоровье тела и духа – это не воля случая, а гарантированный результат. Цветомузыкальная ванна – это сочетание музыкотерапии, аромотерапии, хромотерапии и морской воды. Когда человек погружается в эту ванну на семь точек тела, соответствующих семи чакрам, проецируется определенный цвет, благодаря чему достигается энергетическое равновесие. В то же время мы включаем музыку, которая помогает человеку расслабиться и почувствовать себя как будто в путешествии. Ощущения очень приятные. Чувствую себя отдохнувшей и полной сил. Не зря говорят, что один себя остался. Терапия заменяет несколько дней на тропическом курорте. Помимо оздоровительных процедур, каждый бальнеологический курорт в Тунисе располагает великолепными возможностями для индивидуальных и групповых занятий спортом. На базе Таласа-центров работают различные спортивные секции, фитнес-клубы, оборудованные современными тренажерами. Вернуть и поддержать хорошую физическую форму помогают мастера спорта, чемпионы в различных видах единоборств. Этот спортивный комплекс, пожалуй, лучший в Тунисе. Здесь есть тренажеры для бокса, кикбоксинга, а также для отработки ударной техники, реакции и выносливости. Каждый день в спортзале можно проводить весело и с пользой в компании чемпионов. Такие занятия позволят и обучиться разным навыкам, и в неформальной обстановке пообщаться со звездами спорта мировой величины. Освоить приемы борьбы и получить опыт ведения поединка отдыхающим помогает чемпион Африки по кикбоксингу Мех Дебуазис. После его мастер-класса сразу чувствуешь себя смелым, уверенным и способным одержать победу в любой ситуации. Кикбоксинг – это постоянная борьба и тренировки, искусство себя защищать. В глобальном смысле кикбоксинг – это философия жизни. Он не только делает тело сильным, но и придает уверенности в себе. Многие приходят сюда только за этим, а вовсе не за тем, чтобы стать чемпионами. Традиционное для Туниса дополнение к таласотерапии – хамам. Самый прохладный из всех видов бань и наиболее влажный. Водяной пар, насыщенный эфирными маслами, постепенно прогревает тело, наполняя его целебной влагой, легкостью и умиротворением. Таласотерапия включает в себя целый комплекс процедур, которые рассчитаны на курс лечения, начиная от пяти дней. Своим отдыхающим мы не рекомендуем проходить более трех процедур за день, поскольку это довольно большая нагрузка на организм. Отдохнуть между таласопроцедурами и закрепить оздоровительный эффект отдыхающие могут на массаже, вид которого они могут выбрать сами. Стоун-терапия не просто массаж, а целая философия. В восточной медицине считается, что вулканические породы камня заряжены энергией воды, ветра и солнца. И если воздействовать ими на акупунктурные точки человека, то можно улучшить работу всех органов и систем организма. Тунис Тунис – страна тысячи удовольствий, средиземноморский оазис красоты и благополучия. Страна, привлекающая богатейшей культурой и разнообразием пейзажей, очаровывающая храмами древних богов и дворцами султанов, безмолвным величием пустыни и пряным ароматом жасмина. Здесь 300 дней в году светит солнце, и почти полгода не заканчивается купальный сезон. Сотни километров великолепных пляжей тянутся вдоль всего побережья. Лучшие тунисские отели расположены на берегу. Абсолютное большинство здешних четырех- и пятизвездочных гостиниц отвечают самым высоким международным стандартам. В просторных номерах создана атмосфера полной релаксации и комфорта. Здесь приятно засыпать и просыпаться под шум прибоя. С балкона наслаждаться целебным воздухом и бескрайними морскими просторами. Отдыхать и восстанавливать силы на процедурах таласотерапии. Качество воды в таласо-центрах контролируется государством. Все стандарты прописаны на законодательном уровне. Когда вода прибывает в лечебный центр, она остается в нем не более 48 часов, затем возвращается в море. В нее не добавляется никаких химических элементов, поэтому она биологически чистая. Вот он, источник красоты, здоровья и молодости. В нем содержится все самое полезное из того, что только придумала природа. Обитают сотни тысяч видов различных животных и растений. Целая кладовая жизненно важных веществ – водоросли. Использовать их в лечебных целях впервые начали в восточной медицине 12 столетий назад. Уже тогда было замечено, что морские растения обладают удивительной способностью компенсировать биологически активные вещества, которых недостает человеческому организму. В ходе процедур используется особая группа бурых водорослей. Их высушивают, измельчают и перед использованием смешивают с морской водой. Обертывание водорослями – самая востребованная процедура. Мы выполняем холодное и горячее обертывание водорослями. Холодное наиболее эффективно в борьбе с отеками и варикозным расширением вен. Горячие помогают в борьбе с лишним весом. Я как будто в сауне. На мне полиэтиленовый утеплитель. Подо мной массажный стол с подогревом. Чтобы получить хороший и здравительный эффект, пролежать так нужно 25 минут. Для восстановления здоровья обертывание активно применяли и древние греки, и римляне. Наша же заслуга в том, что мы смогли найти равновесие между традициями предков и новейшим оборудованием, лечебными процедурами и удовольствием от них. Именно поэтому в наших Таласо-центрах все продумано таким образом, чтобы до процедур и после них можно было расслабиться. Воду для Таласо-терапии центры берут в полукилометре от берега, с глубины 6 метров, так как именно там она наиболее богата минеральными солями. Подогретая до 33 градусов, она используется в гидромассажных ваннах, душах, бассейнах. Даже кратковременный отдых в теплой морской воде восстанавливает организм, наполняет его живительной силой минералов. А если при этом удастся еще и поплавать или покрутить педали аквы и велосипеда, то польза будет двойная. Физические упражнения в морской воде помогут укрепить мышцы и похудеть. В Тунис едут, чтобы отдохнуть, поправить здоровье, набраться сил и энергии. И Таласо-терапия – это только первый шаг на пути к желаемому. Тунис – страна полезной и здоровой пищи. Сюда стоит приехать, чтобы насладиться кулинарными традициями и блюдами национальной кухни. Мягкий средиземноморский климат, море и солнце – Тунис – идеальное место для выращивания вкуснейших овощей и фруктов. Восточный базар – это настоящий праздник вкуса, чего здесь только нет. Одних только специй и пряностей более 30 разновидностей и сортов. Но, конечно, настоящая гордость Туниса – это оливки. Всего 7 оливок в день достаточно, чтобы пополнить суточную норму минералов и аминокислот. Оливки входят в рацион всех жителей средиземноморского региона. Возможно, поэтому тунисцы такие красивые, стройные и позитивные. Средиземноморский стиль питания, основанный на употреблении овощей, фруктов и морепродуктов, признан диетологами всего мира самым здоровым и полезным для организма. Прилавки со стройными рядами креветок, кальмаров, мидий, осьминогов и каракатиц – подлинные достопримечательности страны. Тунисцы от мала до велика любят морепродукты. Им великолепно их готовят. Свежая рыба в Тунисе круглый год. Каждый месяц – сезон какого-то определенного вида. Например, в ноябре к берегам Туниса приплывает дикая Дорада. Цены на нее на рынках и в ресторанах значительно падают. И можно позволить себе самые разные блюда из Дорады дешевле. Всем, кто задумывается о своем здоровье и ценит полезную еду, придется по вкусу и активный отдых, видов которого в Тунисе не счесть. Здесь можно гулять пешком, заниматься яхтингом и дайвингом, кататься на лошадях и преодолевать Сахару на квадроциклах. А можно часами напролет загонять мячик в лунки и чувствовать себя прекрасно. О популярности гольфа в Тунисе можно судить по количеству великолепно оборудованных площадок. Здесь в каждом курортном городе есть свое гольф-поле. И практически каждый житель Туниса хотя бы раз в жизни играл в эту интересную и увлекательную игру. В Тунисе играют в гольф круглый год. Когда в Европе холодно и идут дожди, здесь солнечно и безветренно. Гольф-поля на африканском побережье Средиземноморья огромны. И по площади могут конкурировать с сельскохозяйственными угодьями. Каждое из них – произведение искусства, созданное по индивидуальному архитектурному проекту. И как настоящий шедевр – неповторимо. Над внешним обликом нашего гольф-поля работал Рональд Фримм, американский архитектор. Он спроектировал пять гольф-кортов в Тунисе. Наша страна обладает очень разнообразными пейзажами на всем протяжении с севера на юг. У нас есть леса, сосновые и оливковые рощи. И все это мастерски вписано в ландшафт гольф-полей. Для того, чтобы гольфисты могли наслаждаться игрой в окружении удивительной природы. В Тунисе при каждом гольф-поле есть секции, в которых занимаются дети от 5 до 15 лет. Приехавшие на отдых родители могут отправить в них и своих детей обучаться азам игры. В стране созданы все условия для гольфистов. Многие европейцы специально приезжают сюда, чтобы насладиться игрой на полях международного класса. Мы приезжаем в Тунис почти каждый год, я и мои друзья. Особенно нам нравятся корты здесь, в Хамамете. Они красивые и ухоженные. Посмотрите на траву. Она такая, какая и должна быть на гольф-полях. Ни миллиметром больше, ни миллиметром меньше. Прелесть гольфа невозможно понять, наблюдая со стороны. Чтобы по достоинству оценить игру, нужно попробовать сделать первый удар. Начните с рук. Не так, а так. Попробуйте, прочувствуйте. Вы не должны ощущать веса клюшки. Руки, плечи. Клюшка должна быть единым целым и работать как маятник. Тик-так. Это должно быть частью вас. Обучение гольфу направлено на то, чтобы поставить новичку технику удара. В процессе тренировки развивается координация движений и гибкость тела. Это было чуть сильнее, чем нужно, но направление удара было верным. За час игры в гольф тратится 300 килокалорий. Примерно столько же, сколько при забеге на 5 километров. А еще гольф – это удовольствие и азарт. Здоровый образ жизни – национальная особенность Туниса. Здесь принято держать себя в хорошей форме, следить за питанием и заниматься спортом. Этому способствуют солнце, море и мягкий климат. Они исцеляют душу и тело, заряжают энергией и наполняют жизнь положительными эмоциями. После себя Туниса составляет приятные воспоминания, яркие фотографии, золотистый оттенок загара. А еще ощущение праздника, с которым так не хочется расставаться. Туниса Тунис 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 Тунис